Добрый день дорогие друзья! С вами Юлия Трунина и интернет-магазин перьевых ручек retropen.ru. Сегодня на обзоре у нас перьевые ручки LISER 985. Это, я так поняла, ответвление от бренда Hira. Они выпускают вот эти лизеры. Их есть достаточно много моделей уже, ну по крайней мере несколько штук есть. Вот эта ручка, я не знаю в какие годы она выпускалась, потому что лет пять назад я ее покупала как винтаж. Но сейчас я подозреваю, что возможно это и не винтаж, а современные. Хотя сделано так в общем-то похоже по дизайну на старую ручку. Почему у меня ручек две? Смотрите, одна ручка имеет перо 0,5 и к ней в комплекте идет перо изогнутое, а другая ручка наоборот имеет изначально изогнутое перо установленное и к ней в комплекте идет обычное перо 0,5. То есть, если вы приобретете или одну ручку или другую, у вас будут оба пера, но смотря какое вам перо нужно больше, то вы можете и выбрать как предустановленное. У этой ручки тяжеленький такой корпус металлический, похож на сталь нержавеющую, покрытую таким тоном, знаете, немножечко желтоватым. На вот таких стальных ручках отшлифованных остаются от пальцев. Пятна такие жирные, но когда, то есть, когда ручка новая, вы раз палец взяли и пятно видно, но потом вы ее всю как бы вот так пальцами обтрогали и она приобретает такой ровный оттенок, немного бронзоватый. Колпачок здесь защелкивается, написано здесь на ободке лизер 985. Клип металлический, крепкий, даже трудно мне его так отогнуть пальцами. Здесь вот птичка нарисована у нас на колпачке. С другой стороны заглушка пластиковая. Гриб-секция из пластика твердого, а может быть и не из пластика, не знаю. Она очень тяжелая. Сейчас посмотрю, может тут где есть следы, может это окрашенный металл, но не знаю. Так на ощупь трудно определить, но она прям очень увесистая. Съемный конвертер здесь поршневый со штоком. Вторая ручка точно также устроена. Так, сейчас покажу длину. Ну вот, если сзади надеть, она удлиняется. А вообще по размеру она небольшая, сопоставима с хиру 329. Сейчас заправлю обе ручки, посмотрим как пишут перья. Чернила у меня черные Кэмлин. Открываю баночку. Опускаю поршень, погружаю ручку в баночку и поршень поднимаю. Вот он уже полон чернил. Первая ручка готова. Со второй тоже самое делаю. Здесь надо схватиться за рычажок. Но вторая не с первого раза у меня заправляется, но со второго. Так бывает. Это ни о чем не говорит. Просто неудачно взялась за рычажок. Пробую писать. Беру ручку 0,5 миллиметров. Перьевая ручка. Идеально пишет вообще. Я не ожидала такого качества пера, честно, от этой ручки. Я думала, что она обычная какая-то такая. Не пробовала раньше. Лизер 9,8,5. Изумительно пишет. Мягко. И почерк делает интересный. Вертикальная линия здесь толще горизонтальной. За счет этого как раз почерк и улучшается. Толщина, ну я бы сказала 0,5 миллиметров. То есть здесь тонкий кончик примерно на 0,4 и при этом обильная подача чернила. Получается 0,5. Если нажать, ну не сильно оно расширяется. Ну 0,6 максимум. Но очень приятно пишет. Никакого звука, ничего. Мягкое движение. Но точнее, знаете, есть такое вот ощущение соприкосновения с бумагой. Но оно очень-очень приятное и мягкое. Корпус металл. Заправка поршень. Колпачок защелкивается. Никаких пропусков ручка не делает. При вот таком тонком кончике стабильная обильная такая подача чернил. Я подозреваю, что если взять бумагу рыхлую, то толщина линий может увеличиться примерно до 0,65-0,7 миллиметров. То есть, если вы хотите ручку такое перо тонкое ближе к среднему, то вот это подойдет. Если вот вам нужно прям тонкое ближе к Extra Fine, то тогда не стоит брать эту ручку. Потому что за счет подачи чернил она может быть ну немножечко толстовата. Но очень приятное перо. Я удивлена. Это была ручка 0,5. И сейчас я покажу, как пишет ручка с изогнутым пером. Фьют НИП. Ну, я не очень умею ими пользоваться, вы знаете. Но покажу, какие линии она делает. Но, кстати, она пишет абсолютно нормально, даже если ничего не делать особенного. И очень гладко. То есть, можно этой ручкой спокойно писать изогнутым пером. И вот если плашмя его просто держать, оно может делать стабильную линию где-то 0,6 миллиметров. И очень гладко, поскольку здесь мы пишем не кончиком, а вот этой вот изогнутой частью, как бы дугой. Если пробовать это перо как-то поворачивать, то вот она, линия выходит максимальная где-то, мне кажется, 2,5 миллиметра. Вот если плашмя его класть. Ну да, я думаю, что где-то 2,5 миллиметра. И самое тонкое на конце, ну где-то 0,5-0,4 миллиметра. Вот экстра тонкое не будет с этим пером. Все равно. То есть, вот такой вот у нее диапазон. Тоже никакого звука она по бумаге не делает, никаких пропусков. Вот это пропуск, то что здесь был, это я просто корпусом начала писать, а не пером. Потому что я пытаюсь его уложить плашмя максимально широко, чтобы она писала. Ну вот такие вот линии делает эта ручка. Надеюсь, что обзор был вам полезен. Спасибо, что смотрели меня. И не забудьте, что какую бы ручку вы не приобрели из этих, вот у вас будет запасное перышко 0,5 вот к этой ручке, или фьют к ручке 0,5. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok